Александр работает в одном из ресторанов нашего города официанта. Говорит, трудоустроен официально, но на минимальную зарплату. Несмотря на то, что с нового года правительство ее и повысило, но качество жизни заметно не улучшилось. Практически не улучшилось, так как увеличились цены на топливо, цены на проезд, цены на продукты питания и на коммунальные услуги. Минимальной зарплаты хватает по-малому. Особо не разгуляешься на эти деньги. Хватает прожить, но не жить. Отложить практически ничего не остается из этих денег. Продавцы на рынке уверяют, цены не выросли. Но и людей, которые делают покупки, больше не стало. К подорожанию никто не готовится, поэтому народ едой не запасается. Такие цены, как были месяц назад, такие они и остались на сегодняшний день. Ничего не подорожало и дорожать в ближайшее время не будет. Картошка 7,50, морковка 6, лук 5, свекла 5, капуста 4. Повысить зарплату смогли, а вот следить за ценами пока не начали. В Кабмине уверены, рост цен на продукты не предвидится, но за этим необходим пристальный контроль. Но желающих устроиться работать официально с увеличением минималки стало больше, уверяют в центре занятости. Сейчас на учете стоит чуть больше 4 тысяч безработных. Это на 20% меньше, чем в прошлом году. Действительно, изменение в заработной плате расширило список тех работ, которые считаются подходящими для человека. Если в прошлом году у нас примерно уровень пособия равнялся уровню заработной платы, которую предлагали работодатели, и многие безработные, которые могли ранее, например, получая 2-2,5 тысячи, отказываться от работ с минимальной заработной платой, то на сегодня эта позиция несколько изменилась. Эксперты говорят, при незначительном росте ВВП поднимать минималку почти в два раза не очень эффективно. Сейчас работодатели всячески пытаются избежать полной выплаты зарплаты. Работников чаще стали переводить на полставки, отправлять в отпуск за свой счет или на неоплачиваемый больничный. Это повышение было в какой-то мере фейковым, давайте честно говорить, потому что если говорить о бюджетных учреждениях, то минимальную заработную плату подняли, а тарифный разряд не поменялся. Первый тарифный разряд так и остался 1600 гривен. На практике это к чему привело? К тому, что потенциально, условно говоря, уборщик в школе или в больнице будет получать 3200 и врач или учитель высшей категории 3500. Решение о повышении минимальной заработной платы правильное, так говорят экономисты. Но параллельно с этим должны были действовать механизмы предотвращения теневой экономики. Ведь малый бизнес не способен потянуть такие расходы, а потому уходит с рынка. А вот монополисты наоборот укрепляют свои позиции.